Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу читать из 23 главы от Матфея. Здесь Иисус обращается к фарисеям и книжникам и очень жестко говорит с ними, говорит, вы лицемеры. Да, и вот мне хочется прочитать, что последние слова из этой главы. Иисус все время хотел собрать народ израильский. Хотел их сохранить от зла, хотел их сохранить от поклонения другим богам, хотел их уберечь от всего, но они не захотели. И вот это слово, что они не захотели, оно меня очень тронуло. Я начал во всей главе выбирать некоторые стихи, по которым видно, что они не захотели. С самого начала Иисус сказал, на Моисеевом седалищи, сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Первый признак. Человек говорит, а не делает. Это очень опасно. Говорит очень правильно, а не поступает. Иисус называет таких людей лицемерами, и Он говорит, вы и не хотели. Если бы вы хотели, вы исполняли бы то, что хотя бы вы сами говорите. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете, да мы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения. Они посещают вдов, идут туда, там молятся. Казалось бы, все правильно, но они идут туда, они не приносят что-то с собой. Они не приносят, так сказать, чтобы этой бедной вдове, у которой еще много детей, наверное, чтобы ей было жить легче, чтобы у нее было чем кормить своих детей. Они, кроме того, поедают то, что эта женщина ставит на стол, она ставит последнее на стол, поедает. И потом долго-долго молятся, но молятся не от сердца, а просто вот такой дежурной длинной молитвой. И Он говорит, чем дольше молитесь, тем больше будет наказания. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятины с мятой, аниса, тмина, оставляете важнейший в законе суд, милость и веру, все надлежало делать и то не оставлять. Вас здесь слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Смотрите, тоже хорошее дело, десятину давать. В Петхом Завете нам пишет, кстати, Малахи в третьей главе, он говорит, что дайте мне десятины в мой дом Божий, и вы увидите, как с небес откроются окна. Проверьте меня в этом, я благословлю вас. Так, примерно, я не даю десятину, и не только от того, что имеют, еще из грядки берут там мяту, анис и тми. И, но, что интересно, забыли главное, забыли суд, милосердие и веру. Даже с этими вдомами чувствуешь никакого милосердия. Приходят хорошо покушать, помолиться, уходят. Не помочь, а самим, чтобы им было хорошо, только о себе. Не об этих бедных людях думают. Или вера, если я просто думаю, вот вера в Ветхом Завете, Даниил, который бросает туда к этим львам. Какая вера была у этого Даниила, и мы видим, что ни один лев не предклонился к нему. Много других поступков веры или милосердия, когда Бог поручает его, иди туда в Ниле, скажи им, что весь город будет уничтожен. Потому что грешили очень много, мера греха вот стала такая, что весь город надо было уничтожить. Но когда они услышали, начали молиться, просить, начали поститься, три дня не ели, не пили. И Бог смилосердился, простил, потому что у нас милосердный Бог. Или суд, судить надо себя самого, когда мы себя судим. Тогда не будет нас уже Бог судить. Они это все оставили, но зато вот десятину соблюдают вот так вот. Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри сии полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чаша была чиста и внешность станет чистой. Вот так он говорит. А их задача, чтобы снаружи все было хорошо, чтобы их называли учитель, чтобы перед ними, так сказать, им давали, так сказать, много уважения. Чтобы вот к ним вот с почтением относились. Это так все важно. Их одежда свидетельствует о том, что они очень много молятся. Молились ли они вообще от сердца? Потому что молитва не в длине, не в том, сколько она слов содержит, а в нашем сердце, как мы с Богом. Настоящая молитва – это дыхание верующего человека. А у них была форма молитвы. Они молились там, чтобы все их видели. И интересно, вот здесь как все же Иисус говорит. Внутренность должна быть чистая. В языке написано, просите чистое сердце, плотяное сердце. И Господь даст вам, заберет каменное. Внутри должно быть чисто. Из сердца исходят все злые мысли. Их задача была только внешне, чтобы все было хорошо. Это значит, они не хотели. Так говорит Иисус. Я хотел вас объединить. Я хотел, чтобы вы опять были собраны. Чтобы вас вот это вот наказание минуло. Но наказание не минет. И мы знаем, что потом город Израиль действительно разрушен 70 лет после Христа. Камень на камне, и сказание осталось в храме. Пришло наказание. А весь народ был рассеян по всему миру. Сегодня еще Господь говорит к нам, чтобы мы покаялись. Чтобы мы покаялись. Чтобы то, что мы говорим, чтобы мы исполняли. Чтобы наша жизнь была полна. Сюда, к себе прежде всего, должна быть полна милосердия и веры. Да поможет нам Господь. Аминь.